Добрый день! Приветствую вас на своем канале! Представляю на ваш суд последнюю, пятую часть обзора, посвященного отрезку истории Руси, немного предшествовавшему факту начала всеобщего крещения Руси, как говорится, огнем и мечом. И по этому рассказу становится понятно, какие нешуточные страсти кипели в то время вокруг княжьего трона. Ну, собственно говоря, с тех пор в этом смысле ничего не изменилось. Страсти вокруг борьбы за власть кипят и сейчас, хоть телевизор не включай. Короче, горе с этими Владимирами-князьями. Но я отвлекся. Продолжаю рассказ. Я в своем обзоре специально не стал особо заострять внимание еще на одной версии, которая основывается на иудейском происхождении Владимира. Эту версию широко освещал Николай Левашов. По этой версии матерью Владимира была еврейка. Ну, вкратце о ней. Мать Святослава, княгиня Ольга, не видя ужасных последствий, приняла на работу ключницу, девушку-малушу, ласкательная от имени Малка, на иврите царица. Отцом означенной Малуши был Раввин, также носивший еврейское имя Малк, на иврите царь. Из русского города Любича, который в свое время находился в вассальной зависимости от хазарского каганата. Источник Емельянов. Книга «Десианизация. 1979 год. Париж». По мужчине своего папочки, Малуша в один прекрасный момент отдыха подпоила и соблазнила князя Святослава и забеременела. Княгиня Ольга, узнав, что Малуша зачала от Святослава, разгневалась и сослала ее в село Будутино, Бриспсково, где и родился Владимир. Даже в повести временных лет Владимир, внук Равина Малка, остался фигурировать как Робичич, то есть Равинич. Однако в последующих официальных историях России стал упорно переводиться как сын рабыни. Не лучше относился к плоту своей мимолетной по пьянке связи и сам князь Святослав Игоревич. Покидая землю русскую и уезжая в Болгарию, Святослав старшего сына Ярополка посадил княжить в Киеве. Среднего Олега в земле Древлянской, а самому младшему Владимиру не назначил никакого удела. Новгородцы, стремясь к самостоятельности от Киева по совету Добрыни, брата Малки, стали просить у Святослава и его сына Владимира в князья. Святослав не любил новгородцев и, отпуская к ним сына полукровку Владимира, сказал «Возьмите его, по вас и князь!» Новгородцы повезли к себе малолетнего Владимира, с ним отправился его родной дядя Добрыня, по-русски Добрыня, подлинное имя Добран. И правил Новгородом пока возмужал Владимир, источник тот же повесть временных лет. По этой версии, по наущению родного дяди Добрыня, Добрана, Владимир, занявший княжий трон, начал насильственно насаждать христианскую веру на Руси. Я намеренно оставил эту версию напоследок и очень коротко рассказал о ней, так как считаю ее, ну, не совсем продуманной, больше даже надуманной. Ну и вовсе умолчать о ней было бы несправедливо, исходя из того, что любые факты должны быть рассмотрены. А все гипотезы имеют право на существование, пока не доказана на 100% какая-то одна из них. Понравился мой обзор или нет, я узнаю по количеству лайков, комментариев, просмотров. Жду их с нетерпением. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. Я обещаю. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.